Как работает экономика? Простое объяснение. Прямо сейчас мы разберемся в том, как работает экономика, после чего вам будет значительно проще принимать финансовые решения. Рэй Далио опубликовал видео, как действует экономическая машина. Мысли этого знаменитого экономиста подсказывают практичный шаблон, который помогает предвидеть начало любой денежной катастрофы, которая у нас регулярно происходит. И мы надеемся, что данное видео поможет вам в решении многих вопросов. Это видео – вольный перевод и интерпретация ролика Рэя Далио. Захватите чашку кофе, чая или что-то еще. Будет много интересного. Итак, начнем. Экономика состоит из огромного числа повторяющихся сделок. Они создают главные стимулирующие силы. Это рост производительности, а также коротковременные и долговременные кредитные циклы. Мы рассмотрим все эти силы и наложим их друг на друга так, чтобы получить шаблон для понимания хода экономических событий. Начнем со сделок. Экономика – это сумма всех составляющих ее сделок. Суть сделки – покупатель отдает свои или кредитные деньги продавцу в обмен на товары, услуги или финансовые активы. Это краеугольный камень экономики. Все циклы экономической машины приводятся в движение с помощью сделок. Люди, предприятия, банки и правительства – все заключают сделки. Крупнейшим продавцом и покупателем в большинстве стран является правительство. Оно состоит из двух важных составляющих. Центральное правительство, которое собирает налоги и тратит деньги. И Центральный банк. Он контролирует сумму денег и ставку кредита в экономике с помощью изменения ключевой ставки и печати новых денег. Кредит – это важнейшая и самая большая часть экономики. Вместе с продавцами и покупателями на рынок за сделками отправляются кредиторы и заемщики. Кредиторы обычно хотят сделать из денег больше денег, то есть заработать, предоставляя финансы в долг под процент. Заемщики хотят купить то, на что им пока не хватает средств. Типичный пример – покупка машины или смартфонов кредит. Если в стране высокие процентные ставки, заемщики менее активны, потому что кредит дорог. Когда же процентные ставки низкие, количество кредитов растет, так как брать деньги взаймы становится проще. В тот момент, когда заемщик обещает выплатить долг, а кредитор ему верит и готов дать деньги, создается кредит. Долг здесь является одновременно активом кредитора и обязательством заемщика. В будущем, когда кредиты и проценты по нему будут выплачены, актив и обязательства исчезают, а сделка считается завершенной. Все, все счастливы, расходимся. Хотя нет, давайте сначала разберемся, почему же так важен кредит. Заемщик получил кредит, теперь он может увеличить свои расходы. А эти расходы стимулируют экономику. То есть, к примеру, компания начинает производить все больше машин, чтобы вы успели их купить. Понятно, что если кто-то больше тратит, то кто-то больше зарабатывает. Когда чьи-то доходы растут, кредиторы с большей охотой начинают предоставлять ему кредиты, потому что с доходами растет и возможность обслуживать долги. Кредитоспособный или простым языком хороший заемщик должен иметь высокий доход и залоговое имущество. Зачем нужно залоговое имущество? Чтобы продать его и погасить долг, если обычным способом выплатить деньги кредитору не получается. Таким образом, рост доходов населения приводит к росту займов, что позволяет тратить еще больше. А поскольку траты одного – это доходы другого, то это приводит к еще большему количеству займов. Этот самовозобновляющийся сценарий ведет к экономическому росту и является причиной циклов и в том числе финансовых пузырей. Экономические колебания, вызванные кредитами, можно кратко описать так. Вы взяли деньги в долг и позволили себе потребить больше. Однако потом, во время погашения долга, вы вынуждены потреблять меньше, поскольку долг надо вернуть, а значит вытащить из повседневной жизни довольно заметную сумму денег. Долговые колебания при этом происходят в два больших цикла. Кратковременный – это 5-10 лет, и долгосрочный – это 75-100 лет. Колебания возникают прежде всего из-за объемов кредита. Представьте, что займы – это просто возможность тратить больше. Чтобы купить то, что не по карману сегодня, нужно потратить больше сейчас, чем то, что ты зарабатываешь. А для этого нужно занять как бы у себя в будущем. Таким образом, вы в будущем определяете период времени, когда нужно будет вернуть долг, а соответственно начать тратить меньше. Уже очень похоже на цикл. То есть, занимая средства сегодня, вы каждый раз создаёте цикл. Это верно как для отдельного человека, так и для экономики стран вообще. Вот почему понимание сути кредита столь важно, ведь именно он приводит в действие предсказуемый алгоритм событий в будущем. Кстати, деньги – это не кредит. Деньги – это средства урегулирования сделок. Когда вы платите наличными, сделка урегулируется сразу. А вот если покупка совершается в кредит, то появляется лишь обещание заплатить потом в будущем. Образуется актив и обязательства на пустом месте. Пока вы не погасите долг, актив и обязательства не исчезнут. Сделка не будет завершена. Большинство расчётов сегодня не что иное, как кредит. Общая сумма кредитов сегодня в десятки раз превышает сумму денег. Если бы вообще не было кредитов, то единственным способом начать тратить больше было бы необходимость произвести и заработать больше. А в экономике с кредитом можно тратить направо и налево, легко взяв взаймы сегодня. В результате в условиях кредитной экономики трат больше, а доходы в краткосрочном периоде растут быстрее производительности. Но для долгосрочного периода это не так. Нельзя сказать, что кредит – это вовсе всегда плохая вещь. Нет, это не так. Но не очень хорошо, когда кредит финансирует чрезмерное потребление, оплатить которое сегодня людям не под силу. Но вполне хорошо, когда с помощью кредита создаётся дополнительная ценность и возникает доход для погашения долга. Например, если вы покупаете в кредит большой телевизор, это не создаёт дохода на погашение долга. А вот если вы берёте деньги в долг на покупку трактора, и этим трактором будет создаваться добавленная ценность и больше денег, тогда вы можете погасить долг и повысить свой уровень жизни. Идём дальше. Переходим к краткосрочному кредитному циклу. С ростом экономической активности наблюдается подъём. Первая фаза краткосрочного цикла. Траты продолжают расти, а цены начинают повышаться. Это происходит за счёт того, что расходы подпитываются кредитом, который можно создать практически из ничего. Когда сумма траты доходов растёт быстрее, чем производство товаров, происходит повышение цен, поскольку объём денег растёт быстрее, чем объём товаров и услуг. Как называется рост цен, знает, наверное, каждый школьник. Это инфляция. Почему её не любит Центральный банк? Инфляция для него – это синоним проблем. Чтобы побороть эти проблемы, Центральный банк начинает поднимать ключевую ставку. Вслед за Центральным банком растут процентные ставки в коммерческих банках. Брать в долг могут позволить себе всё меньше людей и предприятий. Платить по кредиту становится всё сложнее. Поскольку люди и корпорации занимают всё меньше, а выплаты по долгам становятся всё выше, у них остаётся мало свободных денег, и они жёстко экономят. Когда люди начинают экономить, снижается экономическая активность. То есть я не пошёл в магазин, вы не сходили, и вот уже заводу незачем выпускать 30 тонн колбасы. Он станет уменьшать объёмы производства. Начинается рецессия. Если рецессия становится слишком тяжёлой, Центральный банк начинает снижать процентные ставки, чтобы цикл снова начал набирать обороты. С низкими процентными ставками снижаются долговые выплаты, а займы и траты растут, поскольку деньги становятся дешёвыми. Взять их всё проще и проще. И снова начинается подъём. Как вы видите, экономика действует как машина. В краткосрочном кредитном цикле траты ограничиваются лишь желанием кредиторов и заёмщиков давать и получать кредит. Когда получить кредит легко, возникает экономический подъём. Когда получить кредит трудно, возникает рецессия. Этот цикл контролируется преимущественно Центральным банком. Краткосрочный кредитный цикл обычно длится от 5 до 8 лет и самовозобновляется в течение десятилетий. При этом дно и пик каждого цикла заканчивается на отметке большего роста, чем в предыдущем цикле, при большем объёме долга. Почему? Так устроены люди. Им свойственно всё больше и больше занимать и всё больше и больше тратить. По этой причине в долгосрочном периоде долги растут быстрее доходов и создают долгосрочный кредитный цикл. Хотя долги у людей растут, кредиторы всё равно готовы сужать всё больше. Ведь доходы же растут, считают они. И вроде бы всё идёт прекрасно. Рост доходов, рост стоимости активов, бум на рынке ценных бумаг. Люди занимают напропалую и вот начинает маячить на горизонте финансовый пузырь. Долги растут, но и доходы растут так же быстро, компенсируя рост долгов. Назовём это долговой нагрузкой. Пока доходы растут, долговая нагрузка посильна. В то же время стоимость активов взлетает вверх. Люди занимают огромные суммы денег на покупку активов в качестве инвестиций, что вызывает дальнейший рост цен на них. Людям кажется, что они богаты. В какой-то момент времени долговые выплаты начинают расти быстрее, чем доходы, что заставляет людей сократить свои траты. Они начинают терять кредитоспособность и занимают меньше. Так цикл начинает менять направление. Это пик долгосрочного долга. Многие помнят 2008 год, когда в большинстве стран долговая нагрузка стала непосильней. Если любопытно, посмотрите на эту тему ролик «Меняющийся мировой порядок». Я дам на него ссылку в описании к этому видео. В кризис экономика переходит на стадию делеверинджа или уменьшения кредитного плеча. Люди начинают тратить меньше, доходы падают, кредит исчезает, цена активов снижается, банки оказываются на пределе, фондовый рынок обрушивается, растут социальные проблемы, привет счастье из четырех букв. Так что же происходит, когда экономика находится в состоянии делеверинджа? Снижается долговая нагрузка одним из четырех способов. Первое. Сокращаются траты. Второе. Сокращается долг с помощью дефолтов и реструктуризаций. Третье. Перераспределяются блага от богатых к бедным. Четвертое. Печатаются новые деньги. Я думаю, вы ждали этот пункт. Он же прямо просится сюда, правда? В современной истории знакомы все четыре способа. Сначала начинают сокращаться траты. Люди, предприятия и даже правительство начинают затягивать пояса потуже и переходят в режим строгой экономии. Начинаются увольнения и рост безработицы. Так, заемщики перестают брать в долг и начинают погашать старые долги. И вот уже вроде бы на горизонте голубое чистое небо. Кажется, что долговая нагрузка должна снизиться. Но на самом деле происходит обратное. Поскольку сокращаются расходы, а расходы одного, напомню, это доходы другого, то и доходы начинают падать. Отсюда возникает второй шаг. Надо сокращать долг. Многие заемщики не выплачивают свои долги банкам. Люди начинают бояться, что банки в свою очередь не вернут им деньги. Начинается суета вокруг банкоматов. Все в панике бегут закрывать свои счета и снимать наличные деньги. Дело доходит до дефолта банков. Кредиторы не хотят, чтобы их активы исчезли. И предлагают реструктуризацию долгов. Реструктуризация означает, что кредитор получит меньше или в течение более длительного периода времени. Ну или по более низкой процентной ставке, чем было оговорено изначально. Но лучше хоть что-то, чем ничего. Хотя долг и исчезает, реструктуризация вызывает ускорение падения доходов и стоимости активов. Долговая нагрузка продолжает ухудшаться. Все это влияет на центральное правительство, поскольку более низкие доходы и падение уровня занятости означает, что государство получает меньше налогов. В то же время ему нужно создавать программы стимулирования экономики. Бюджетный дефицит правительства при деловерже буквально достигает накала. Чтобы бороться с дефицитом, правительству придется либо поднять налоги, либо взять деньги в долг. Но где взять деньги, если доходы падают, а безработица растет? Можно начать с налога на роскошь. Это способ перераспределить деньги от богатых к бедным. Но что дальше? Людям крайне нужны деньги. Значит пора их напечатать. Кто это сделает? Центральный банк и хорошие фальшивомонетчики. Но во-вторых мы пока не обсуждаем и масштабы их не те. Смотрим за действиями Центрального банка. Понизив процентные ставки до нуля, он вынужден начать печатать деньги. Этот процесс инфляционный и стимулирующий. Поскольку часть напечатанных денег пойдет на покупку финансовых активов на фондовых рынках и правительственных облигаций. Так произошло в США во время Великой депрессии. Затем в 2008 году и в 2020-2021 годах, когда Центральный банк США, Федеральная резервная система, напечатал более 7 триллионов долларов. К слову, много напечатали и Центральные банки многих других стран. Они купили правительственные облигации и тем самым одолжили деньги правительству. А правительство, в свою очередь, повысило расходы на товары и услуги с помощью программ стимулирования и пособий по безработице. Если вы проследили всю цепочку, то заметили, что тут подросли не только доходы населения, но еще и нарисовался немаленький такой правительственный долг. Хотя в это же время общая долговая нагрузка в экономике вроде бы снизилась, а это плюс. Для того, чтобы изменить направление развития экономики, Центральному банку нужно обеспечить рост уровня доходов, превышающий процентные ставки по накопленному долгу. Что это значит? Это значит, что доходы должны начать расти быстрее долга. Представьте, что некая страна находится в процессе делевериджа с долговой нагрузкой в 100%. Кошмар в том, что сумма долга страны равна сумме ее совокупного дохода за год. Теперь, допустим, что процентная ставка по этому долгу равна, скажем, 2%. Если долг растет на 2% согласно процентной ставке, а доход растет только на 1%, снизить долговую нагрузку не удастся никогда. Придется напечатать столько денег, чтобы уровень роста доходов превышал процентную ставку по долгу. Тем не менее, печатанием денег очень легко злоупотребить. Если на станке вовремя не нажать кнопку стоп и напечатать слишком много денег, то будет гиперинфляция, как, например, в Германии 1920-х годов. В общем, в тяжелой ситуации центральные банки, правительства любой страны должны играть красиво и быть в состоянии обеспечить нужный баланс всех вариантов действий. Рост денежной массы должен происходить не слишком быстро, чтобы не разгонять инфляцию, но в то же время снижать долговую нагрузку. Все это не самые быстрые и не самые простые процессы. Как правило, экономическая активность возвращается в норму не быстрее 10 лет. В заключении приведем пару основных правил от Рея Далио, которые можно применить каждому из нас совершенно точно, для того, чтобы в финансовом плане все было в порядке. Первое. Не позволяйте долгам расти быстрее доходов, иначе долговая нагрузка со временем погубит вас. Второе. Делайте все возможное, чтобы поднять свою производительность, потому что в долгосрочной перспективе это самое главное. Ну а чтобы лучше разбираться в экономике, расти в доходах и успешно инвестировать, подписывайтесь на мой канал, кнопка красного цвета здесь ниже под видео. Все подробно объясняю и стараюсь давать наглядные примеры. Удачи! А для тех, кто ищет новые возможности для эффективного инвестирования своих денег, рекомендую подписаться на канал Инвест Возможности. Ссылка на него будет под этим видео.